Доброе утро, коллеги. Так эффекта, конечно, нам с Андреем не выйти, но... Слушайте, полный зал, а это так круто. Давайте поприветствуем друг друга вместе. Евгений Питолин, управляющий директор лаборатории Касперского. Мой друг, коллега, соотечественник, не знаю, что еще. Человек, который знает все про Microsoft, практически все про информационную безопасность, но я чуть-чуть больше. Андрей Бешков, мой со-модератор сегодня. И сегодня, вот, я не знаю, слышали ли вы до этого этот трек, с которого мы начали, но сегодня мы, конечно, будем много говорить про технологии, много будем говорить про сервисы, много будем говорить про то, как строить тот самый сок или ацып, как говорить по-русски, да? Но в основном сегодня мы будем говорить про людей, про нас с вами, потому что и в вопросах кибербезопасности, и в вопросах IT-технологий, и в вопросах построения центров сок – это самое главное. И вот здесь, наверное, ну, хотелось, кстати, вот пару еще орг вопросов про людей. У нас есть прекрасные люди, наши красивейшие девушки в космических костюмах, а на самом деле вот не мы с Андреем, а они сегодня управляют всем мероприятием. Поэтому, если у вас есть какой-то вопрос, не стесняйтесь, ловите первую красивую девушку в серо-зеленом костюме и задавайте ей любые вопросы, делайте с ней все, что вам будет нужно, чтобы получить ответы, но не более. Еще интересный факт – у нас идет прямая трансляция, поэтому, ну, во-первых, можно передать привет. Во-вторых, если вас кто-то, если вы чего-то, точнее, захотите еще увидеть повторно, то запись будет доступна. Ну и самое главное, конечно же, это возможность присоединиться к нам, тем коллегам, которые сегодня еще не пришли или, может быть, придут позже. Хотя, опять-таки, вот уже сейчас мы видим колоссальное количество. И, кстати, насколько я понимаю, мне вчера рассказали, что в этом году это первое вот такое крупное действительно мероприятие по информабезопасности в городе Нур-Султан, что немаловажно для нас, и, ну, действительно, мы очень рады все приветствовать вас здесь. Большинство IT-мероприятий, на которые я попадаю, которые организуются, ну, там, не знаю, IT-компаниями, вендорами, на самом деле выглядят вот так. Так, наверняка многие из вас эту картину видели. Проповедь населения она называется. Василий Перов, 1881 год, Третьяковская галерея. И на этой картине есть все реально составляющие среднестатистического IT-мероприятия в России, в СНГ. А неистовствующий лектор, пожалуйста. Люди, которые, как бы там, такие, что я здесь делаю вообще, о чем вот говорить, ну, то есть реально не понимают, что происходит. Люди, которые хотят разобраться в чем-то, да, то есть слушают внимательно. Люди, которые спят, отвлекаются, там, смсят. Люди, которые пришли поесть бутербродов и организаторы. Ну, то есть среднестатистическое такое-то эти мероприятие. Возможно, кто-то из вас чего-то вот такого же примерно сегодня ждал. Я вам с высочайшей долей ответственности говорю, что этого не будет. Мы сегодня подобрали, ну, наверное, наиболее практические доклады. Мы очень жестко били всех спикеров, чтобы никто из них не пытался вам что-то продать. Если кто-то будет пытаться, скажите мне, я ударю его еще раз. Мы действительно максимально будем стараться следить за таймингом. Ну, и тоже немаловажный момент. Собственно, все, что вы сегодня получите ценного с точки зрения контента, будет приправлено хорошей культурной программой, будет приправлено вкусными кофебрейками, будет приправлено, самое главное, наверное, чем? Возможностью пообщаться с коллегами по цеху. Потому что, ну, согласитесь, не так часто мы с вами встречаемся. И хотя хотелось бы, конечно, чаще. Поэтому с этим что-то надо делать. Вот сегодня мы такое мероприятие сделали. Если немножко о серьезном, то вот мы сегодня презентуем свежий и достаточно грустный отчет. Отчет по промышленной безопасности в Казахстане за вторую половину 2018 года. Он, на самом деле, у вас у всех есть в ваших пакетах. На нашем стенде есть еще глобальный отчет о том, что происходило в мире за эту вторую половину 2018 года. И здесь об этом вы тоже можете сравнить данные. И вот, собственно, одна из цифр, которая связана с промышленностью. Но не единственная. Каждый седьмой пользователь в прошлом году столкнулся с мошенничеством на веб-сайтах. Пользователь, конечно же, в Казахстане. Пятое место в мире по доле промышленных ПК у Казахстана, где была предотвращена вредоносная активность. Ну и вот моя в кавычках любимая и очень неприятная цифра, Казахстан за прошлый год на втором месте в мире по атакам мобильных вымогателей. Все это приводит нас к одной простой и важной вещи, что можно вкладывать миллионы долларов в технологии, но самое главное, что нужно, нужно работать с людьми. Вот поэтому, наверное, вторая новость, которая закончится в выступлении сегодня, это то, что мы не просто запустили, а сегодня мы это анонсируем, а не просто запустили новейшую, очень большую, очень объемную платформу обучения пользователей всех абсолютно уровней, линейный персонал, средний менеджмент, топ-менеджмент, но еще и локализовали ее полностью на государственный язык. И вот об этом, этой новостью мы сегодня хотели поделиться. Для нас это действительно важно. И вот я надеюсь, что ваши коллеги, ваши сотрудники здесь, в других регионах, рано или поздно эту возможность оценят. Для этого, собственно, все, что надо сделать, надо прийти на этот сайт. И вот это действительно очень важная для нас новость, которой хотелось поделиться. Ну, а теперь еще более интересное, собственно, все остальное. Я в эту точку объявляю наш форум открытым. Давайте еще раз поприветствуем друг друга. И я приглашаю на эту сцену человека, без которого, на мой взгляд, в Казахстане, как в стране, которая все выше и выше поднимается в рейтинге кибербезопасности, как в стране, которая по цифровизации ушла реально далеко вперед. Так вот, без этого человека, на мой взгляд, ничего бы за последние годы этого не происходило, когда реально вот спрашиваешь, говоришь там государство, говоришь Казахстан, говоришь органы власти и информационная безопасность. В голове всплывают имена всего, ну, нескольких людей. И этот человек, первый из них, я прошу на сцену, Руслан Киджбекович Абдекаликов, заместитель председателя комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, обороны аэрокосмической промышленности. Спасибо. 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 Спасибо.